Дорогие друзья, мы начинаем 201 лекцию нашего цикла Композитора Ивана Соколов о музыке и я хочу рассказать вам о Шостаковиче. Это последняя лекция в большом-большом нашим, так сказать, в Шостаковичевском блоке, наверное, третьем по размеру, а может быть даже втором, после Баха, Скрябина. И мы три лекции посвятили на Альтову сонату. Очень такое большое, для меня неожиданное решение. Но я обо многом рассказал параллельно с рассказом об этой сонате. Я хотел читать заключительную лекцию, и, в общем, она будет, я думаю, не такой большой, потому что, конечно, нельзя говорить о Шостаковиче, не говоря о том времени, в котором он жил, о том трагическом времени, в котором он жил. Получилось, что те силы, которые мешали ему реализовываться, писать музыку... Много примеров. Например, «Четвертую симфонию» он пишет, и вдруг бац! На репетициях этой гениальной музыки ему советуют снять ее исполнение, премьеру. И он понимает, что если он ослушается этого совета, то будет что-то страшное. И в итоге эта симфония исполняется. К счастью, партитура осталась, не пропала никуда, не исчезла. Все-таки в 61-м году уже было лучше, уже ситуация была лучше. Мне Сидельников рассказывал, Николай Николаевич, мой профессор, как он захотел послушать, будучи студентом консерватории, ну, году в 54-м, 55-м. Вот была премьера «Десятая симфония». Он захотел партитуру посмотреть. Не дают. Ну, он ведь живущий композитор. Обращайтесь к ректору Свешникову. Я, говорит, пошел к Свешникову. А можно мне получить в библиотеке партитуру «Десятая симфония» Шостаковича? А зачем она тебе? Хочу изучить. В общем, выдали ему. Понимаете? То есть, вроде бы, так сказать, уже не так все было страшно. Не убивали. Но вот попробуй вот. Другая история. Чуть-чуть помягче, в 64-м году заканчивает консерваторию мой самый первый учитель композиции, Георгий Петрович Дмитриев. Он сам мне рассказывал. Ну, все экзамены сданы на отлично. Последний экзамен собеседования, коллокфиум. Ну, все там рассказано про историю партии, про все. Ну, хорошо. Последний вопрос. Ваш самый любимый композитор? Бетховен и Мусоргский, отвечает Георгий Петрович, так сказать, наученный тому, как надо себя вести. Хорошо. А теперь ответьте, почему вы на протяжении вашей учебы в кабинете звукозаписи шесть раз заказывали музыку Шонберга, пять раз музыку Хиндемита, четыре раза музыку Стравинского и, в общем, то есть все фиксировалось. Да? У нас все фиксировалось. И он говорит, я, слава богу, сообразил. Понимаете, говорит, музыку моих любимых композиторов я слушаю в концертном зале и наслаждаюсь ей. А вот музыку этих композиторов в концертном зале я не могу услышать, но я должен ее знать, как профессионал. Да, да, ну ладно, ладно, простили, простили, да, да. В 81-м году выходит книга того же Георгия Петровича, ученика Кабалевского. Книга о драматургической выразительности оркестрового письма. Очень интересная книга с нотными примерами из Айвза, из Пиндерецкого, из Шонберга и Штокхаузена. В общем, нотные примеры очень, так сказать, ну, левые. Ну, музыка была практически запрещена, да. Ну, посвящается моему учителю Дмитрию Борисовичу Кабалевскому. Вот, на первой странице стоит. Он дарит, конечно, книгу Кабалевскому, рассказывает мне. Звонит Дмитрий Борисович. Жора, ну, я прочел. Ну, в общем, вы знаете, я вам вредить не буду. Понимаете? Спасибо, Дмитрий Борисович. Я уж не знаю, как там было. Вот. Это 81-й год. Мой диплом. 83-й год. Значит, ну, комиссия, конечно, Хреников. Обсуждение. Сидельник рассказывает. Ну, мне его музыка очень не понравилась. Но я ему мешать не буду. Понимаете? Не буду мешать. Спасибо. Спасибо большое, Стехан Николаевич, что вы мне не помешали. Так и вкратце, вот, немножко эпоха Шостаковича. Да, не все было так просто, да? Не обо всем мы успели поговорить. Вот, вокальный цикл, шесть стихотворений Марины Цветаевой. Тоже 12-тоновая музыка. Мои стихи, родившиеся так рано, что и не знала я, что я поэт. Вот, моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой черед. И вот так же мы можем сказать, что и стихам, сочинениям Шостаковича настанет свой черед. Хотя, вроде бы, он был очень известным композитором. Но все равно мы не можем сказать, что мы понимаем его музыку. Антиформалистический раек. Переслушайте сейчас. Очень актуально звучит. Очень актуально. И, в общем, вроде бы, очень не актуально. Но это плохая музыка, да? Но это больше, чем музыка. Композитор в России больше, чем композитор. Поэт в России больше, чем поэт. Сказал Евтушенко, на котором очень много написано. У Шостаковича. И вот он взял шесть стихов Марины Цветаевой. «Откуда такая нежность?» «Диалог Гамлета с совестью». Вот это третья вещь. Вот Гамлета с совестью. Он ее любил. Это тут, конечно, Уствольская. Тут личные мотивы. Четвертая вещь – это поэт и царь. Музыка актуальна всегда. Тема актуальна всегда. Как Цветаева в 30-е годы написала такое стихотворение. А, конечно, Пушкин и Николай I. Это волновало Цветаеву и это же волновало Шостаковича. Можно было назвать Шостаковича Сталин. Называется «Вторая книга» Соломона Волкова. Помните там у Цветаевой? Поэта-убийца. Царь Николай I. Поэта-убийца. Также можно сказать композитора-убийца Сталин. Вполне можно, так сказать, перефразировать эту срочку Цветаевой. И очень интересное, важное. Нет, бил барабан. Цветаева пишет о том, как хоронили Пушкина. О том, как все буквально испугались от того, что будет демонстрация сейчас. И царь Николай I, опять же, приказал ночью вывести тело Пушкина туда вот подальше, где он себе купил место. Помните эту историю о похоронах, о смерти Пушкина? Чтобы, не дай бог, не было демонстрации. Цветаева очень подробно описывает. Вспомните, да, это стихотворение. Нет, бил барабан. И у Шисаковича такие звуки на одной строчке, как у Уствольской. Рука, в общем, бьет по партии, по клавиатуре. Две черные клавиши, си бемоль и рэ бемоль. Я играю это костяшками пальцев, как в пятой сонате у Уствольской. Чтобы вот этот звук ударный был, бьющийся. Вот. И, конечно, шестая вещь посвящения Ахматовой, Анне Ахматовой, о том, что, в общем, все будет так, как надо. Но я хочу в этой последней лекции рассказать о том, как я был на тоже, наверное, московской премьере его цикла «Одиннадцать поэм Микеланджело». Вот. И, кстати, Шнитке пишет о том, что, как ни странно, интерес к Шостаковичу в 1974-1975 году уже угас. И залы были пустые. На премьерах его сочинений. И я помню, как я сидел на балконе, и вокруг меня были пустые места на этих лавочках. Вот. И как Нестеренко пел эти «Одиннадцать поэм», как Шендерович аккомпанировал. И у меня в руках была программка, где было написано, что в последней поэме десятая поэма называется «Смерть», а одиннадцатая поэма называется «Бессмертие». И что в этой одиннадцатой последней поэме Шостакович использует тему, которую он написал в восемь лет. Вот. И мне было даже прямо интересно. Мне было четырнадцать лет, я еще помнил очень хорошо все свои восьмилетние сочинения. Я думаю, вот как интересно, вот уже восемь лет, а он взял вот в таком возрасте восьмилетнюю тему, запомнил и даже вот ввел. Посмотрим, что это за музыка, которую Шостакович написал в восемь лет. Я ждал этого. и вот, вот, как сейчас помню, вот такая тема. Вот. И она очень легко запоминается. Тризвучие, фа диез мажор, возвышенная, скрябинская, мессиановская, это надо, но очень сухо, как это всегда было у Шостаковича, такая, с такой стакката. Вот. И потом певец поет. И слова, я не помню сейчас точно, перевод Эфроса, очень хороший перевод, но в сущности памятник. Я помню, я умер, но, в общем-то, мое существо остается в моем творчестве, в моих стихах. Потом и опять рояль играет, но эта тема уже с гармониями. И опять второй куплет. Вот. И тему с двух раз легко запомнить. Там такой аккорд меняется, сакс-таккорд в шестой ступени. Певец замолкает, и рояль играет аккорды. Гармония без мелодии. А у меня в ушах звучит мелодия. татататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататататат получается, что мелодия в ушах осталась у нас после, так сказать, смерти этого человека. Из чего состоит человек? Из тела и души. Сначала душа. Душа – это мелодия музыки. Гармония – это тело музыки. Потом душа обретает тело. И душа с телом вместе существует. Гармония с мелодией. А потом душа улетает из тела. И тело остается одно. Оно лежит мертв. Это гармония. Душа не умерла. Она в ушах у слушателей живет. И я потом это осознал, думаю, как здорово. У меня в ушах эта тема, я ее сразу запомнил. И она, и я ее подпеваю внутренним слухом, внутренним ухом. А Шендерович играет это трезвучие. Я помню еще. Очень трудно играть сухое трезвучие. У него там очень тихо. Какая-то одна. Один звук не прозвучал. И так надо было. Специально, видимо. В общем, абсолютно гениальное и очень простое решение Шестаковича дать вот эту вот жизнь человека. Называется бессмертие. И правильно. Мелодия звучит тут, а потом она звучит тут. Тут это такое как бы уникальное свойство музыки оставаться в наших душах. И вот я думаю, живу, сочиняю. Мы живем, и вот мы... Главное не то, сколько мы написали сочинений, как они выглядят на нотной бумаге, а главное то, как эта вся музыка живет вот в слушателях. Как она внутри, в душах живет. как мелодия, как чувство, как какое-то впечатление. Вот это главное. Какое? Она оставляет след в душе. Об этом нам говорила Микеланджело Буонаротти, великий, ну, великий скульптор, в сущности, да? Но он же был и поэтом. Вот он же художником был прекрасным. В Бритиш-музеуме в Лондоне есть его картины, недописанные, что интересно. И вот именно эта недописанность, она и гениальна. Вот. И я думаю, специально он их не дописал, потому что вот недописанность картин Микеланджело, тех, которые в Бритиш-музеум, она является недописанностью этого аккорда. мы должны сами как бы дополнять вот эту фигуру. у него две или три картины всего, если не одна, у Микеланджело Буонаротти. но вот эта вот недописанность картины этой, она, безусловно, играет ту же роль в живописями Микеланджело, что и мелодия Шостаковича, которую мы должны доигрывать, дополнять своим слухам. Вот это то, что меня поразило вот в этом вот втором его позднем вокальном цикле. цикле, да, и, конечно, он хотел написать 24 струнных квартета. Ни одна тональность не повторяется в квартетах. Можно много-много еще говорить о нем, но поскольку мы и так три, целых три лекции посвятили альтовой сонате, поэтому я, наверное, сейчас ну, уже потихонечку завершу эту последнюю заключительную лекцию о творчестве Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, завершу ее на многоточии, на том, что все-таки он не разгадан и никогда не будет разгадан им, и то, что эта тайна с нами, это наше счастье, то, что мы можем разгадывать семантику, смысл и наслаждаться одновременно гениальной музыкой. Вот так. И большое вам спасибо и до свидания.